Добрый день. Добрый день. Меня слышно, видно? Хорошо, тогда начинаем. Как обычно, с рабочего стола, который был дан ранее. У нас базовый стол от 6 июня. Итак, смотрим, что произошло. Значит, вот евро-доллар. Я при вас писала диапазон нейтральный 12.50-14.86. Видно, как внутри этого диапазона произошла коррекция. И ранее я показывала, какова была размытость данного диапазона с точки зрения уровней, что в этом диапазоне легко можно двигаться. Вот такая коррекция произведена. На сегодняшний день я писала в европейском предмаркете. Есть знаки, которые говорят о том, что маркетмейкеры пытаются защищать уровень 12.50. Более того, очень сильно здесь может быть отталкивание очень большой силы. То есть, видите, что сейчас цена протестировала как раз низ этого нейтрального диапазона. Далее остаются только поддержки, весьма сильные поддержки, от которых, в принципе, уходила цена на публикации non-parm. Идейно пробить их не представляется возможным пока что. Вот. Ну и тем более они очень сильные. Маркетмейкеры защищают уровни 1.13, 12.50, 12 от пробоя вниз. То, что цена находится в районе 1.12.50 уровня, да, это как бы страйк, но это еще и зона проторгования уровня 1.13. Ну вот. Сейчас для восстановления, при восстановлении мешает это сопротивление продавцов к 12.81, 13.20. Вот. При преодолении мы попадаем в нейтральную, в середине нейтрального диапазона 13.51, 13.72, который как бы не пускает уровню 1.14. Ну, скорее всего, он уже проторгован и речь идет об уровне 1.15, но он защищен тоже вот сильным сопротивлением в районе 14.35, 14.86. Вот. А дальше уже, то есть при, только лишь при пробое данного сопротивления цена может попасть повышательный кол диапазон. Ну вот. То есть уровень 1.15 на повестке дня как бы он продолжает стоять. Вот. Я вспоминаю, что 15-го числа состоится заседание, значит, управляющего комитета ПРЭС. И здесь, как бы, вот на этих вещах возможно движение на пробой. Вот. Теперь вот о чем речь сейчас. Я бы хотела обратить внимание на мартовскую диаграмму, вот, марта 17-го года. Я ее пока еще не публикую, а просто сейчас покажу, как идет накопление интересов долгосрочных у игроков. Вот. Видно формирование границы рисков 14.50, 15.50. Вот. Это, в принципе, соответствует уровню 1.15. Соответственно, при пробое данной границы цена куда направляется к району 1.19-1.20. Ну, где эти отметки, там, естественно, уровень 1.22. Я уже об этом говорила. Вот. Торгуясь ниже 14.50, все еще есть проблемы. Вот. Видите, уровень 1.13 у того, значимый. Вот. Ну, то есть, вот, 14.50, это как раз, вот, это наше сопротивление 14.35-14.86. Ну, вот. То есть, кто следит за схемами, ну, совет обращать уже на март, на схему марта 17-го года. Более актуально она будет уже после сентября. Сентября, так скажем, сентябрь-октябрь, вот, актуальность этой схемы вырастет резко. Вот, тем не менее, она дает сейчас тоже о себе знать. Дальше. Значит, что еще? Евро-доллар. Вот, что имеем. Значит, тот уровень, который был сильно, который был усилен, 1.0900, это вот уровень, вот, он сохраняется. И, в принципе, вот эта схема треугольника, она говорит о том, что есть возможность построения экстремума. А вот этой структурой идет контроль, где будет точка экстремума находиться. То есть, в принципе, район 1.22, он тоже здесь как бы заманчивает. И, опять же, здесь выделяется уровень 1.15, на нем очень много, большое количество контрактов. Соответствует вот той долгосрочной границе рисков. Вот. То есть, не просто все это пробить, соответственно, только на очень сильных, должно быть сильное обоснование. Которое, соответственно, должно быть подано страны, которая США. Скорее всего, это так. Вот. Ну и понятно, что торговля ниже 1.13 и 1.12, это уже риски. Но, с другой стороны, пока это место защищают маркетмейперы. Вот. То есть, все-таки вариант пробоя наверху, он остается более вероятным. Вот. Что касается схем, по которым сейчас идет рынок, ну, в частности, декабрьская схема, видно, что, в принципе, от уровня 1.12 в направлении 1.20 ничего пару не держит. Равно, как вот здесь, в сентябрьской схеме, в схеме от 11 до 1.17 тоже пару ничего особо не держит. Вот. То есть, речь только идет вот об этом сопротивлении об уровне 1.15. Любопытное совпадение, что заседание будет как раз, объявление по итогам заседания 15-го июня. А сейчас речь идет об уровне 1.13 и дата у нас 13-го июня. Вот. Здесь надо еще подумать о том, что если 1.22, то, в принципе, если такой сценарий будет разыгран, то, соответственно, пройти там 700 пунктов в течение недели – это дерьмо вопрос, как говорится, на таких вещах. Соответственно, мы заходим в зону маркетмейкеров, а дальше в зону маркетмейкеров нужно будет на каком-то основании валить рынок. Вот. Следовательно, ну, здесь уже будет играть 23 июня свою роль. Ну, вот, на британский референдум. Ну, как-то так вот. Что наблюдается на сегодняшний день в данной паре? Так. Ой, господи, тут появляются вопросы. Как вы переводите бюллетени в аксель? Ну, пустите. Это нереальный вопрос вообще. Ну, как я перевожу, я акселем занимаюсь уже, ну, я не знаю, сколько. Сколько, наверное, существует Microsoft Office в России, да, вот столько, наверное, я занимаюсь этим делом. То есть, начала заниматься вообще технологиями информационными в то время, когда в России появились первые еще тогда и стишки, и стишки. Ну, вот, в то время, а, даже еще раньше, ну, получая первое высшее образование, то есть я еще работала на, там, ESVM, там, ESM, как и прочие, ДВК и так далее. Ну, поэтому я вообще, в принципе, не могу отвечать на такие вопросы. Так, дальше. Это программа или функция? Ничего подобного, это никакая не программа, не функция, это все есть разработанные вручную математические модели, алгоритмы и макросы, которые позволяют все это делать. Вот, все. То есть, ничего со стороны, но это личные разработки. Так, дальше. Британский фунт, давайте переходим. Британский фунт. Значит, до этого в предмаркетах я опубликовала информацию о том, что накапливаются негативные стратегии, значит, подконтракты, смотрящие вниз. Вот, и говорила о том, что давление растет, растет, растет. Ну, вы видите, как, в принципе, это сформировалось, пробили вот этот нейтральный диапазон. Вот, в принципе, есть еще куда паре падать. Есть такой момент, сейчас вот, допустим, ближайшая здесь, это вот эта сильная поддержка, сейчас посмотрим. Так, 40.14, 40.17, которая защищает, как бы, уровень 1.40. Если она будет пробита, шансы такие существуют. Вот, видите, как быстро, в принципе, пара идет. Движение вроде бы кажется визуально маленьким, но на самом деле 45.74 и сейчас 41. Говоря, это все-таки, ну, порядка 500 пунктов, да? Значит, при пробое здесь уже очень сильная поддержка будет оказана вот здесь, в районе 36.55 и 37.35. Вот, 36-37 уровней здесь. Вот здесь еще можно как-то чуть-чуть там думать о том, что, да, пара здесь может сточить. Хотя, в принципе, из текущих, в зависимости от того, как она позиционируется к моменту заседания ФРС, вот это о многом будет говорить. Дальше, ну, вот дальше было еще сказано, что нейтральный диапазон слишком широкий. И, в принципе, пока цена бегает в этом диапазоне, вот это порядка, там, ну, чуть менее 1000 пунктов, да, отведено на этот диапазон. То есть ничего с фунтом получается не происходит. Ну, так считается. Вот, произойти может негативно только в случае пробоя 36.55 в ровне отметки. Тогда очень сильное падение возможно. Вот. Пока вот так. Дальше. И верхняя граница 3.45-74. В принципе, выскочить к верхней границе пара может точно еще быстрее, чем она опускалась от нее. Вот. Ну, и, соответственно, будет возможность тогда движения наверх. Но нужно преодолеть очень сильное сопротивление в районе 48.53. Вот. То есть вот эта вот зона, она очень сильная. Так. Дальше, значит, давайте март посмотрим по поводу фунта. Смотрите, как здесь сделано. Март 46.47.50. Да. Дальше не накапливаются контракты. Это подозрительно. То есть, в принципе, получается, что торговля ниже 47.50-46. Это торговля уже ниже зоны маркетмейкеров. То есть, где мы сейчас и находимся. То есть, это говорит о том, что это очень большие риски. И куда захотят, туда пару и за фунтболят. Вот. Только лишь торговля, получается, над 48 позволит говорить о восходящем движении. Действительно, о восходящем движении. Оно может быть тоже большой силой, как и в паре евро-доллар. Вот. 48.5. Дальше, если посмотрим, где мы находимся. Ну, вот это как раз это сопротивление, о котором говорилось, сильное 48.53. То есть, оно, в принципе, учтено даже в дальних контрактах марта 17 года. Вот. Это говорит о том, что сложно пробить это место. Дальше посмотрим диаграммы, какие существуют. Вот сейчас ситуация такова, что цена напоролась на уровень 1.41 согласно июльским контрактам. Их много, этих контрактов. Дальше. В августовских контрактах сильный уровень 38.50. Вот. Ну, вот здесь, в сентябрьских контрактах, есть возможность валиться ниже. В Айон 35. Вот. Ну, и здесь тоже самое. То есть, поэтому я говорю, что как бы сложно. При пробое 41, да, мы находимся вблизи данного уровня. 41. Вот. Еще раз показываю. Это очень сильный июльский уровень, который открывает дорогу к вот этим стратегиям. Абвала дальше. Вот. То есть, вот это место, 36.55, оно, как бы, очень актуально, если продолжится снижение давления. Так, далее. Значит, австралийский доллар. Что у нас тут было? Так. Ну, здесь был показан диапазон нейтральный. Было сказано, что верхняя граница диапазона усилена и нередняя граница усилена. Видим, что пока что в верхнюю границу не удалось преодолеть вниз. Она сыграла роль поддержки. Вот. 6-го числа, это было все, публикация, да, 6-го числа как раз пара зашла в этот диапазон и в течение недели вот, значит, бегала над ней. Пока диапазон выступает в качестве поддержки. Следующая поддержка – это вот эта. То есть, в принципе, она уже визуально видна. Здесь проблематично пробить это все вниз. Сегодня внутри дня сформирована целая система поддержек, которая не дает паре падать. То есть, возможности движения здесь наверх существуют. Возьмем март месяц, опять же, дальние контракты. Что они говорят, о чем они нам говорят? Они нам говорят о следующем. Что, в принципе, схема вот такая прослеживается. Есть некий диапазон 68-76-50, который является как бы нейтральным. Ну, в принципе, в нем пары находятся. Вот. 76-50, привязанных к психологии уровня 75. Ну, как бы чуть дальше отстоит просто от 75. А 68 привязанных к психологии уровня 0-70. То есть, при пробое 76-50 или 68 вниз, там уже соответствующие риски. Что касается риска движения наверх, это выше 0-80. А что касается риска движения вниз, то ранее я говорила 0-66 называла, потом говорила отметку 62. И сейчас видна отметка 61-50. Ну, если она видна и к ней, допустим, если будет движение сделано, то там, естественно, речь пойдет о психологическом уровне 0-60. Это те риски, которые существуют реально. Получается, такой диапазон для австралийца пока что определен 0-60-0-80. Вот. Ну, я думаю, что ниже 0-60 это крайне-крайне проблематично валится. И чуть-чуть того, вообще откуда в свое время валился австралийский доллар. С отметок гораздо выше паритета. Помнится, были стратегии, которые говорили о возможности не только закрепления над паритетом, но и давней стратегии. Ну, и похода к 1-0-600 и к 1-10. Вот так оно и произошло. Тогда, несколько лет назад, этот пол был отработан. Так вот, именно оттуда, из области 1-10, обвал происходил. То есть, в принципе, австралийский доллар у шестого момента перепродан значительно. Вот. Как бы так. Но, тем не менее, все еще рассчитывают на постоянное какого-то там дна в районе 0-61-50-0-62. Так, дальше. Вопрос, что будет первым. Если доллар США начнет ослабление резкое, да, вот, к примеру, после заседания ФРС, то, соответственно, сначала мы видим достижение отметок, можем увидеть достижение отметок выше 0,80, а оттуда уже обвал. Вот, почему этот обвал может быть очень большим, вплоть до уровня 0-60. Все дело в том, что австралийский доллар очень сильно закоррелирован с фондовыми индексами. В частности, с австралийским фондом индексом ISX-200. А тот, в свою очередь, имеет высокую степень корреляции с S&P 500. Так что, в случае обвала S&P 500, то есть, американских фондовых индексов, то есть, когда мы, да, мы увидим вот возможности очень сильного падения со низкого доллара. При этом, естественно, будут говорить о том, что что-то там не то случилось в строительской экономике. Значит, что касается схем, то вот они как выглядят на сегодняшний день. Значит, сейчас интересы связаны с уровнем 0,75, уровень 0,72 размыт. И вообще, вот этот вот диапазон 0,71 и до 0,80 вообще, ну, в принципе, выглядит абсолютно размытым. Вот, легкое движение здесь возможно. Ну, и понятно, что ниже 0,71 – это уже риски. Риски, связанные с уровнем, здесь тоже 0,71 виден уровень, и тоже размытость диапазонов видна. Здесь тоже видна размытость диапазона наверх, и здесь тоже видна размытость диапазона. Ну, и вот в сентябрьских, равно как, значит, августовских контрактов, декабрьских, опять же, прослеживается уровень 0,68, зона этого уровня, которая, ниже которой это уже, как бы, возможности сильного падения в зонах маркетмейкеров. Еще что видно, существует, ну, да, вот, кстати, о том, где тот диапазон, который я показывала, марковский, в принципе, он практически совпадает с диапазоном декабрьским. Вот, здесь получается так, торговля выше 0,70 говорит о возможности сюда. Похода и пробой 7,6-7,5 говорит о возможности поиска экстрема. Ну, в принципе, та же самая кухня, что в евро-долларе в сегодняшний день. Вот. Дальше. Канадский доллар говорилось о том, что существует нейтральный диапазон, зайти выше этого нейтрального диапазона сложно. Вот. Далее указывалась зона поддержки и следующая зона поддержки. Ну, вот сейчас находимся под первой поддержкой. Вот. То есть коррекция происходит вот в этом вот диапазоне продавцов, по сути. Ничего страшного такого не происходит. Значит, давайте посмотрим марковскую схему. Марк. Значит, нас канадец. Вот как выглядит. Значит, 25,35,14. Это, в принципе, соответствует соответствует тем возможностям, которые учтены в схемах по австралийскому доллару. То есть, соответственно, если будет падение австралийского доллара, следовательно, будет падение и канадского доллара, то есть рост пары доллар-кап. Соответственно, будет падение рубля. В таком случае. Вот. Сейчас пока речь идет об уровне 1,25, который поддерживает пару, не дает ей падать в схемах. Вот. То есть, ну, пробой возможен. Это уже зона маркетнойперов и вести, как бы, в ней могут маркетнойперы это совершенно далеко. Ну, уровень 21,21, он, как бы, выглядит таким более таким целевым. И где 20,21, там, соответственно, и уровень психологический 1,20. Вот как-то так. А вот после этого, значит, надо будет думать о повышательном, вот как там вот кол диапазоне. Вот. При возврате, опять же, после этого события, допустим, если он произойдет, и возврате выше 1,25, соответственно, движение может быть в направлении, ну, выше до 1000 пунктов и более. Вот. Канадец. Значит, что? В принципе, вот эти стратегии повышательные, они уже отработаны. Сегодня с утра это было видно в виде ГЭПа. Ну, вот. Значит, при этом цена остается ниже 28,21, как вы видите, ниже 28,21. А ключевая отметка была 29, 28,19, я не говорила, вот она, отметка. Значит, торговля ниже, торговля все-таки на отработку вот этого диапазона 28,21, 1,25, с целью пробоя 1,25. Докуда? Ну, кстати, вот это вот, который 41,984 не говорит о том, что прямо сейчас туда побежали. Нет. Он как раз регламентирует экстремум. То есть, экстремум могут построить, когда? Его могут построить в следующем. Получается, либо в текущем периоде, до начала июля, либо в июле. Вот эта вот схема как раз говорит о контроле экстрема внизу. А вот эти вещи, декабрьские, говорят о том, что цена может довалиться до 1,21,21. То есть, такие цели существуют. Вот. То есть, здесь где-то экстремум есть. Вопрос, что будут делать сначала. Пока более вероятным выглядит падение доллара. Причем оно будет достаточно катодосрочным. Вот. И потом из этой зоны маркетмейкеров будет произведен удар в обратном направлении. Ну, очень мощная идея будет подана. Скорее всего, на предстоятельном рынке. Среди санавлигационного рынка они сейчас наблюдаются по части доходности, минимальной доходности европейских и американских облигаций достигается. Рост при этом происходит стоимости соответственно. вот. Как бы так. Ну, об этом мы еще поговорим. Дальше. Доллар хранк. Я говорила о том, что лучше всего здесь наблюдать за парой, используя страйки. Вот у меня идет разметка. страйковая. И я думаю, здесь видно невзорным глазом, как это все происходит. Вот. Ежедневно ориентиров очень мало дается, либо вообще не даются ориентиры. Единственное, что известно, до срочного периода, по крайней мере, до начала июля, цена защищена от похода выше уровня паритета. То есть, смысл куда-то сюда ходить, по-моему, не очень большой видится. Что касается марта по хранку, вот какая ситуация здесь. В принципе, действительно, диапазон выглядит защищенным. Вот у такого диапазона. И тот диапазон, который для торговли, да, наиболее вероятный диапазон, представленный уровень 0,9756 и 0,9615. Как я уже говорила, основная цель движения вниз это пробой 9524. Тогда первичная цель будет находиться вот здесь, на уровне 92, 52, 93, 46. Их пока защищают. а дальше там, как Бог пошлёт, как говорится, направление 0,85 это будет реально идти. Чем очень быстро. Что касается текущей схемы, то схема вот такая. Сложно что-либо по ней сказать. Ну, эта схема, скажем, для манипулирования рынком. Больше сказать ничего. Наиболее мощный кол это кол который 99,01 вот большой, дальше 99,50 паритет. Ну, здесь 99,50 99,01 тоже уже кол диапазон зоны маркетмейтеров. пара просто скачет внутри определенного диапазона, но сказать, что диапазон расширяется ниже, ниже 95,24. То есть вариант пробоя он присутствует. Ну, естественно, 95,24 по налоге должно, если будет пробиваться уровень, то, соответственно, параллельно уровню 1,15 по евро-доллару. 1,25 по доллар-каду. Ну, как-то так. 0,75 по австралийскому доллару. Что касается доллар-иены, то вот здесь что произошло. Вот, опять же, показывал нейтральный диапазон. Цена нейтрального диапазона следует находит под ненужательным давлением. Избавиться от него можно только при торговле выше. Но диапазон сложный, он состоит из сопротивлений. Вот здесь 106,94 107,62 108,31 особенно сильное сопротивление. Ну, и еще сопротивление 110,19 защищающие отметку 110 психологическую. И в районе уровня 111,11 тоже построена структура, преодолеть которую вряд и возможно. только лишь на каких-то подачках. Но вот с иеной нужно быть осторожнее. С одной стороны, да, давление существует в направлении 105, 195 это существует, но вопрос когда. Здесь может получиться такой финтушание. Время как, допустим, валютные пары, валюты будут расти против доллара, то иена может повести себя по-другому. Наоборот, она может падать против доллара. если идея будет заточена особенно на процентных ставках и идея будет заточена на фондовом рынке. Идея все-таки валюта фондирования. За счет корреляции с фондовыми индексами она может повести себя совсем по-другому. Очень сильная поддержка 105,50 и 104,33. Ну, по сути, защищают 105. Я предупреждаю, что здесь ситуация может быть не такая, как в других валютах. Дальше, что касается марта, доллар-иена, здесь уровень 105,26 определяющий, торговля ниже. Будет говорить о реализации того давления, о котором говорю, 195. Ну, и торговля выше 118,11 говорит о возможности достижения обратно 111,11 его проторгование дохода до района допустим уровня 113,13 скажем 113,164 или 112,99 до этого момента. Пока забраться выше 110 крайне поздно. Так, что еще хотелось сказать? Давайте посмотрю вопросы. Так, вот вопросы ответила. Теперь по золоту, Смотрите, я построила по итогам пятницы диаграммы и вот какие получились у нас. Ну, о том, что золото позиционировалось в районе 1250 об этом я говорила многократно, написала в предмаркетах, вот, говорила о том, что существует зона предкрепления, над которой возможно повышать движение. Оно состоялось, так, вот у нас что, сейчас у нас важная отметка 1296, это важное сопротивление, но связано, естественно, с уровнем 1300. Дальше важная отметка вот эта 1342, связанная с уровнем 1350. То есть, это как бы зоны очень сильного сопротивления, равна как вот эта отметка 1286. По сути, уровень 1300 преодолеть сложно и идти наверх к уровню 1300-1400. Но возможно, возможно, только лишь при наличии определенной сильной идеи. Опять же, с подачки ФРС, сколько это может быть. Вот. Ну, теперь посмотрим сюда. Вот, что получается. По итогам пятницы усиление колу-уровней вот этих вот 1280, 1300, 350, 400. Это целая колу-стратегия. Это говорит о том, что существует реально повышательное давление. Игроки на это рассчитывают. Вот. Смотрите, большое количество контрактов. Ну, к примеру, на уровне 1280 более 3000 контрактов внедрено. Вот. В то время, как вот здесь значит, на уровне 1275 3200 уже было контрактов. здесь вот, сравнимое с накопленным до того значением контрактов. Вот такое количество вводится сейчас. В принципе, вполне могут тянуть. Если уровень 1300 будет пробит, посмотрите, как он выглядит, Это сильный колу-уровень. конкретно отметка 1296. Вот. И дальше, повторяю, там, отметка уже идет 1342. Тоже мощная такая отметка. Вот. При пробои что у нас получается? Ну и заходим в зону маркетмедиа. То есть, пока еще в кол диапазоне просто торгуемся. Выше 1250 до уровня 1300. А вот выше 1300 вот это уже типозон маркетмейтеров, в котором они могут ввести цену как угодно. Вот. То есть, там достижимый будет уровень вполне достижимый не только 1350, но и 1400. А там, где 1400 могут постройки экстремум и в районе 1500. Вот, кстати, уже я вижу продажи накапливаются на 1525. То есть, такое может быть реально. Ну вот. То есть, стратегия об этом говорят. То есть, это говорит о возможностях падения доллара, которые закладываются на данный момент времени. Дальше. То же касается рынка. Значит, смотрите, по итогам пятницы я построила схему для S&P 500. Что мы видим? мы видим алгоритмы, да, то есть, схемы, которые есть игроки, которые целятся все-таки в 2200. В этом уровне много говорила, повторять уже не буду. Видно, как усиливается эта зона. Кстати, экспирация будет у нас тогда в пятницу. То есть, как раз обычно заходит зону маркетмейкеров под экспирационный день, когда закрываются объемы большие, в том числе сейчас июньские объемы пойдут, это все-таки квартальный месяц, еще и полугодовой, и т.п. Вот. Поэтому, в принципе, 15-е они могут использовать вполне число 15-е по итогам заседания, чтобы организовать это движение. Вполне, вполне. Тогда, если такое произойдет, то, соответственно, если фондовый индекс все-таки пойдет в эту зону, то, соответственно, это же против доллара движение. соответственно, это позволит и валютам двигаться против доллара. Но, как видим, это движение крайне-крайне ограниченным является, то есть, от уровня 2100 до уровня 2200 пунктов всего-то. И мы видим, что при пробое, значит, закладывается на то, что при пробое 2100, ну, в данном случае, вот, 2075 уровень, ну, это суть 2100, по сути. При торговле, значит, ниже, то есть неспособности пробиться выше 2100, то есть, есть, ну, естественно, стратегии, которые, значит, работают на обвал, в чем очень сильно, очень сильно. Вот. Такой уровень вырисовывается, как бы 1700, целевой, первичный, как бы вырисовывается. Вот это сильное падение. Но, то есть, первично, может быть, может быть, исполнен вот этот сценарий. То есть, на него закладывается. Так, и еще, значит, я бы хотела сказать про облигации, напомнить. Значит, где мы находимся? Мы находимся уже не то, что выше 130, мы находимся выше 131, и это я говорю о 10 летах в американских. То есть, мы подходим к уровню 132, вплотную. Вот. То есть, подходим вот к этим мощным уровням. Вот. Пробить эти уровни, да никакие игроки не смогут. Пробить эти уровни, встать, цена может на эти уровни только в результате действий маркетмейкеров, только в результате этого. И, соответственно, для этого нужно, опять же, очень сильное обоснование необходимо. Еще раз скажу, что не только цена на облигации поднялась, но и, соответственно, параллельно снизилась учитель на доходность. И сейчас, как бы, ожидают, ожидают роста доходности, как бы, разворота, но, как правило, он не происходит так просто вот при достижении сопротивления. То есть, в данном случае есть возможность, есть идея, которую могут использовать, чтобы пробить это сопротивление и уйти, построить экстремум. Докуда? Условно говоря, ну, 135. Такая отметка, как бы, вырисовывается, а вот оттуда уже, да, падение. В чем падение? Так, 132, тогда, в таком случае, будет поддержкой, ее так просто сразу не пробить, будет подходить к ней, отскакивать, то есть, будет какое-то время вот эта вот болтанка, то есть, доллар будет слабым оставаться. Если такой сценарий, опять же, будет развязан, и только при пробое обратно, 132, все, то есть, да, будет разыгран очень агрессивный сценарий, вот, сценарий нападения, стоимость облигаций, вот, целевая отметка, здесь, возможно, 117, а возможно и ниже, район 110, 112, вот, эти сценарии уже неоднократно были видны, был сценарий, виден, два года назад, год назад, и вот в течение текущего, так скажем, текущего 12 месяцев, уже это 3 или 4 раз, когда, вот эти агрессивные сценарии выстраивают, потом они нивелируются, вот, то есть, рынок держат, но, тем не менее, когда-то должно все равно сработать, ну, как правило, это срабатывает, но сейчас мы уже подходим к таким моментам, когда уже и выборы президентские, и близкие, и все, и вот этот Чагамотина с процедными ставками, и какие-то вот эти подачки со стороны статистики идут по-американски, ну, и т.д. и т.п. Ну, это как бы все, что хотела сказать, то есть, надо обращать внимание вот на эти даты, значит, вот эта схема жива по 24 июня, еще раз, надо акцент сделать на 15 июня, это важное событие, дальше, само по себе, идет 17-го у нас закрытие по фондовому рынку, большое количество контрактов, может быть, движение дальше, 22 июня, это само по себе, без комментариев, 23-го наступает развязка фюжета, которые могут растягивать, в принципе, удовольствие, могут растягивать долго, вот, поскольку, как я уже публиковала, то есть, вариантов очень много, вот, могут тянуть кота за хвост, и, в принципе, это будет создавать нервозность, вот эту болтанку, если цена зайдет выше 132 по облигациям, то, соответственно, вот здесь вот она, как бы, будет происходить, ну, и потом, на каком-то там решении, там уже ПРС, какую-нибудь штуку выкидет, к примеру, 27-го июля, ну, и тогда уже, возможно, будет падение, то есть, кризис развязать остается очень мало времени, вот, иначе надо будет только в другую схему, если не получится в этот раз. Так, пользуюсь, так, угу, так, американский фунт, вена, пшеница, это что нового? А, ничего нового, пшеницы, давайте посмотрим сейчас те уровни, вдоль которых позиционирование идет, и, как бы, ну, это будет все наглядно видно. Итак, вот пшеница, чикагская, да, это уровень 5, соответственно, вот видно было, как вставали над этой пятерочкой, да, вот, то есть, второе экстремное делали, вот снова, значит, вернулись к ней, и так далее, просто обыгрывают этот уровень. В случае, вот, сценария падения доллара, то, соответственно, да, это резкий рост, он очень сильный. Вот, пока только обыгрывание уровня 5 тысяч, о, 5 долларов за бушин, вот все. Дальше, что касается нефтянки, здесь тоже, та же самая история, это уровень 50 долларов за баррель по ВТА, то есть, то есть, вот, толкались, толкались, пытались встать, неудачно, сейчас просто проторговывается уровень 50, все. Говорить о каком-то падении можно только, значит, ниже уровня 44. Я уже говорила про это, 44, и там дальше идет отметка, очень опасная, 22, которая может быть достигнута. вот, а так сейчас пока что, значит, если ослабление доллара предвидится, то правой уровень 50, и там есть цель уровня 66, то есть 50, то есть вот об этом сейчас идет речь. Ну, нет, если на нет, сюда нет, это нужно пробивать 44, это негативный сигнал. К этой же системе привязаны вот облигации, вот десятилетки, сейчас я найду, десятилетки, десятилетки облигации, вот, смотрите, вот, к уровню 132 уже приближаются, то есть, не только взят уровень 130, уровень 131, это сопротивление тоже предминуты, 132, но подходим 132, это вот как раз с него начинается именно сама, вот эта зона маркетмейкеров агрессивная. Вот что, в принципе, это основное в рынке, учитывая, что сейчас делают с доходностью, в облигации. S&P 500, смотрим, здесь, значит, фишка какая, видите, 2100, попытка встать, коррекция, вот, то есть, опять же, 2100, 2100, ее позиционирование. и что касается золота, то есть, уже смотрели, золото вырвалось вперед, вот, здесь был уровень 1250, ну, сейчас уже можно будет говорить о 1300, позиционирование около 1350, пунктах сместились. Вот, то есть, по сути, в зоне маркетмейкеров, получается, подошли, и здесь тоже, 1300, 132, если уточнять, ну, там, 200, это сохраняется, по смки 500, вот, 5, по пшенице сохраняется, ну, вот уровень 1,15, по евро-доллару, и 0,95, 24, по доллар-франку, вот это, как бы, основные ориентиры. Так, все, я думаю, вопросов нет. Смысл в чем? В том, что рынок вступает в очень агрессивный этап. Вот, этого нужно опасаться, соответственно, ну, и понимать, что такие кредитные моменты, они сопровождаются всегда очень сильными движениями. Очень сильными. Вопросы есть еще? Вопросы? Вопросов нет. Отлично. Ну, я думаю, тут все, как бы, все достаточно прозрачно. так, давайте теперь со следующим вебинаром. Смотрите, что у нас получается, 20-го вебинара не будет, вот, как я уже говорила, 27-го, я не знаю, как получится, как это получается, так, так, 10-11-15, но, вряд ли, по Москве, я, наверное, не смогу повезти, вот, так, тоже будут в отъезде. Да, не получается, поэтому следите за публикациями, и, скорее всего, все-таки 4-го июля Это будет ближайший вебинар. Публикации я постараюсь делать. Естественно, на этой неделе они будут, если ничего такого не произойдет в обычном режиме. С 20-го публикации не будет, скорее всего. Сейчас я подумаю, возможно, где-то там в дороге, к примеру, 23-го числа, возможно, будет публикация. Хотя, кажется, я подумаю. Если возможно будет, я постараюсь сделать ближе к этим датам что-то. Понимаю, что здесь основные риски будут скрываться. Но, повторяю, что в полном объеме публикаций не будет на той неделе. Они возобновятся только лишь, скажу сейчас, 29-го июня. Ну, а на этой неделе, да, все будет. Так что всего доброго, всем удачи, оценивайте правильные риски. До свидания.